Я делаю глубокий вдох. Эту медитацию я посвящаю своему телу, каждой его части, тому, как оно выглядит, как я его воспринимаю и как я к нему отношусь. Порой я смотрю в зеркало и не вижу там то отражение, которого хочет мой разум. Но с этого момента я хочу изменить это. Ведь мое тело и все его внешние проявления ни на секунду не заслуживают тех мыслей, которые возникают у меня в голове. Я не знаю, каким образом я появился в этом мире. Я, мои родители, мои друзья, любой другой человек, который существовал, существует или будет существовать на этой планете. Это прекрасная и завораживающая загадка, которую мы, возможно, никогда не отгадаем. Но что я знаю наверняка, это то, что мое тело было создано для того, чтобы жить, а не оценивать его. Мое тело, оно создано для того, чтобы я мог ходить по лесам, по горам, по шумному городу, по горячему песку на пляжах морей и океанов. Мое тело создано для того, чтобы я мог дышать, вдыхать вечерний воздух, запах после дождя, запах новой книги, любимого цветка или любимого парфюма. Мое тело создано для того, чтобы слышать, слышать голоса любимых людей, любимую музыку, звуки пения птиц. Оно создано, чтобы я мог видеть, видеть закат далеко-далеко в горах, Луну, которая светит над волнами безграничного океана, видеть звезды, наблюдать за творчеством других людей, смотреть в глаза других людей. Оно создано, чтобы я мог прикасаться, дотронуться до любимого человека, Почувствовать текстуру каждого предмета, который меня в этом мире окружает. Сейчас я медленно проведу рукой по своей коже. Я чувствую мягкость, я чувствую заботу, я чувствую любовь и благодарность к тому телу, в котором моему разуму посчастливилось оказаться. Да, мне действительно посчастливилось оказаться в том теле, в котором я нахожусь сейчас и буду находиться на протяжении всей своей жизни. Оно меня никогда не предаст. Оно меня любит, вопреки всему, что я порой про него говорю. Оно плачет каждый раз, когда я от него отворачиваюсь. Но оно никогда не упрекает меня за это. Когда я даю ему недостаточно пищи, либо наоборот, неконтролируемо перегружаю его нездоровой пищей. Когда я перестаю его чувствовать, его потребности, его желания. И ставлю чужие стандарты, первее истинных желаний. Тебя, мое тело. Хотя ты это самое главное и единственное, что со мной навсегда, в отличие от всех людей вокруг. Я обещаю себе каждый день знакомиться со своим телом еще ближе, чем вчера. Я буду его качественно кормить, вкусно, разнообразно, до комфортной мне сытости. Я не буду игнорировать свое чувство голода. Я не буду создавать запреты своему организму. Я буду стараться пораньше его укладывать спать, чтобы давать ему достаточно сна. Я буду давать ему ту физическую нагрузку, после которой оно будет себя чувствовать еще бодрее и еще энергичнее. Я буду делать все, чтобы оно чувствовало себя хорошо. Потому что это самая малость того, что оно заслуживает. В обмен на то, какую огромную работу оно проделывает каждый день, каждый час, каждую секунду, чтобы я просто мог существовать, дышать, ходить, прикасаться, чувствовать. творить, смеяться и наслаждаться этой потрясающей жизнью. Это все, чего мое тело мне желает. Поэтому я буду желать ему самого лучшего в ответ. И начну со своих эмоций и своего отношения к нему, ко всем его внешним проявлениям. Красота, она исключительно в глазах смотрящего. И кто, как не я, способен первый увидеть его красоту. Представь, что ты сейчас перед собой видишь зеркало и свое отражение в нем. Возобнови по памяти картинку себя, кожи, лица, фигуры. я выгляжу просто прекрасно. Таким, каким я есть сейчас. Потому что того, что я просто есть, для этого мира уже достаточно, чтобы любить меня. пустыням, океанам, горам, небу, земле, деревьям, им все равно на то, как я выгляжу. Кстати, а я когда-нибудь разве видел некрасивые деревья? Считаю ли я деревья некрасивыми, если они слишком низкие или слишком широкие или слишком высокие? Считаю ли я деревья некрасивыми, когда у них опадают листья? Нет. Потому что в моем восприятии нет оценочного суждения по отношению к природе. Но зачем-то мы создаем их для себя, хотя мы и есть часть природы. Даже когда листья деревьев опадают, обязательно наступит весна, и они снова заиграют красками. Мое тело, мой вес, моя фигура, моя внешность тоже меняются. У них тоже есть сезоны. Как же прекрасно просто иметь возможность быть разным, видеть в отражении зеркал разной картинки, каждая из которых уже по умолчанию прекрасна. Самым правильным людям в моей жизни, которые либо уже в ней есть, либо еще появятся, важнее то, кто кроется за внешней оболочкой, а не сама внешняя оболочка. И когда мой путь на этой планете подойдет к концу, лучшие воспоминания, которые я оставлю этому миру, будут связаны с вещами, которые я сделал, будут связаны с эмоциями, которые я подарил этому миру, будут связаны с добротой, которой я помог сделать чужую жизнь чуточку лучше, но они не будут связаны с тем, как хорошо или как плохо, по своей собственной оценке, я выглядел в те или иные периоды, это никогда не будет чем-то по-настоящему важным, по-настоящему глубоким, по-настоящему ценным. Я выбираю любить ту внешность, которой обладаю, и выбираю окружать себя людьми с такими же ценностями. а если кто-то им не соответствует, я буду убирать таких людей из своей жизни, ведь им еще расти и расти до той истины, которую я начал постигать уже здесь и сейчас. Я люблю себя, я люблю этот мир, и я люблю людей вокруг за то, кто они и что они делают, а не за то, как они выглядят. Повторяй эту медитацию как только в твоей душе будет снова появляться тревога или неуверенность в том, как ты выглядишь или как ты себя чувствуешь по отношению к своему телу. Я желаю тебе прекрасного дня. и неуверен. Я неуверен. Субтитры подогнал «Симон»